Для того, чтобы вы увидели этот фильм, нам пришлось провести сотни интервью. Только с момента начала специальной военной операции мы опросили более 600 жертв и свидетелей украинских военных преступлений. И эти люди нам рассказывали, почему вооруженные силы Украины, неонацистские подразделения так себя ведут. Я вспоминаю бабушку, которая рассказывала, как она своими глазами видела военных украинских, подходила к ним и они сказали, земля это, говорят, Донбасс наша, а люди не наши. Именно поэтому тех людей, которые жили там, они относились к ним как к людям на оккупированной территории. Большое впечатление на меня произвело и то, что на одной из баз неонацистского подразделения АЗОВ я обнаружил копию карты немецкого генштаба 1941 года. Можете себе представить, то есть люди из неонацистского подразделения АЗОВ, они себя чувствовали, видимо, с гордостью. Чувствовали себя фашистами, которые завоевывают Советский Союз. Ну и, конечно, мы знаем из исторических книг, из материалов Нюрнбергского процесса, как немецко-фашистские войска организовывали геноцид советского населения. Но при этом нет свидетельств о том, чтобы, например, войска СС прикрывались своими немецкими женщинами или детьми. А это именно то, что делали и повсеместно делают украинские войска. У нас десятки свидетельств о том, как людей, которые жили на Донбассе, украинские войска использовали в качестве живого щита. Как убивали, отстреливали снайперы, украинские снайперы стреляли по детям, стреляли по женщинам. Когда женщины и дети пытались эвакуироваться, специально стреляли, чтобы они не ушли на ту территорию, где находятся российские войска. Количество военных преступлений, которое совершено было нынешним украинским неонацистским режимом, оно огромно. Ну и, конечно, мы понимаем, что все это не просто так. Всю эту ненависть к русским, она закладывалась западными странами на протяжении многих десятков лет. Ну и, конечно, все это ложилось на вот это неонацистское сознание, которое воспитывалось еще в 19 веке, когда-то поляками, но потом во время Первой мировой войны оно воспитывалось, автор, немецкими войсками. Ну а потом уже, во время Великой Отечественной войны, естественно, это насаждали фашистские войска. С научной точки зрения украинский национализм первой половины 20 века – это чистейший нацизм. И, конечно, здесь идея превосходства украинской, даже не нации, а как писали в начале 20 века, вот эти украинские националисты, они писали украинской расы. Вот они продвигали эту идею, фашистскую идею, абсолютно фашистскую и нацистскую идею превосходства украинской расы над русскими, над остальными людьми, ну и реализовывали ее в жизнь, организовывая геноцид, убивая. Сотни тысяч людей убили украинские националисты во время Великой Отечественной войны. Евреев, русских, поляков, огромное количество, одна волынская резня, более 100 тысяч человек, поляков было уничтожено, убивали целыми деревнями. К сожалению, сейчас мы видим, что это все вернулось, вернулось в том, что делают украинские войска, как они себя ведут с мирным населением, которые, казалось бы, должны считать своими украинскими гражданами. И сейчас мы все больше понимаем, что специальная военная операция, она была абсолютно неизбежна. И то, что мы делали, то, что мы делаем, мы освобождаем, освобождаем и территорию эту, и людей, и мир от фашистских идей, которые сейчас продвигают украинский неонацизм и украинский неонацистский режим. По сути говоря, языком Великой Отечественной войны мы вошли 21 июня 1941 года. То есть, если бы мы не вошли, то наступило бы 22 июня. По сути, те сценарии, которые сейчас режим Зеленского пытается реализовать, на тот момент уже были подготовлены. Это удары и по Белгороду, и по Симферополю, и по Ростову, и по другим приграничным крупным городам Российской Федерации. То есть, по сути, пять областных центров должны были получить удары, причем разного рода. Это и использование грязной бомбы, по сути, грязной бомбы с радиоактивным заражением и масса других диверсий, которые готовились. Я напомню, что буквально накануне, в 20-х числах февраля 2022 года, закончился саммит, непосредственно конференция по безопасности в Мюнхене. Мюнхенская конференция безопасности, которая в 2022 году, по сути, превратилась в мюнхенский сговор. Именно там Зеленский открыто заявил, что будет делать подконтрольную ему территорию государство, не иначе, как ядерной державой, будет выходить из договора о нераспространении и не признавать всевозможные Будапештские меморандумы и прочие вещи. И все это озвучивалось под аплодисменты Запада при абсолютном отсутствии какой-либо критики или даже вопросов, что это было. И тогда же были затребованы 10 тысяч костюмов РХБЗ, радиационной, химической, биологической защиты, плюс, соответственно, масса другого оборудования специфической тематики, которая связана именно с радиоактивным загрязнением как таковым. И сегодня мы видим, что опять проблема радиационной безопасности, проблема непосредственно действий по отношению к Запорожской АЭС стоит во главе угла, потому что режим Зеленского пытается качнуть эту тему путем провокации, путем обстрелов, путем диверсий. И мы видим, что уже даже часть элит на Западе начинает этого бояться, чего стоят заявления господина Гроси, главы МАГАТЭ, который уже два раза был вынужден заявить, что никакой российской взрывчатки на атомной станции нет, не то что грузовиков около энергоблоков или в этих энергоблоках, тем более, не то что заминированного прудоохладителя, который обеспечивает систему охлаждения атомной станции, а вообще никакой взрывчатки, что миссия МАГАТЭ, инспектора получают полный доступ везде, где они хотят посмотреть, изучить, и гарантированно озвучивают то, что ничего подобного нет. Мало того, помимо МАГАТЭ, подобное же заявление делает уже и официальный представитель Белого дома, господин Кирби, что уже вообще как бы из ряда вон выходящим кажется, чтобы американцы опровергали собственных миньонов, собственных марионеток на постукраинском пространстве, значит дело зашло действительно далеко. Выводили «Вагнер», ну, здесь мы уже где-то недели три. А скажите, спокойно вы выходили или были какие-то инциденты, стрельба по вам? В ту ночь, перед тем, как нас вывели с вечера, нас очень жестко обстреливали. Даже за дня три до этого нас уже просто выселяли. Вначале подожгли пристройку к летней кухне, мы ее пытались тушить, нас с гранатомета автоматического начали стрелять. Потушить удалось, но на следующий день где-то недалеко начал работать танк и полностью снес летнюю кухню. А это украинцы делали? Да, тогда еще русских не было в том, именно с того направления. Танк просто в открытую где-то стоял, потому что выстрел за выстрелом через несколько минут повторялись. Он даже не пытался, видимо, прятаться, по прямой наводке бил. Он полностью разрушил, даже вход в подвал уже дверь вырвало. Когда пришли вагнеровцы, они просто дверь отодвинули в сторону, потому что она падала. Мы ее веревкой привязывали, чтобы не упала. Дверь вместе с луткой в подвал. Ну, к тому времени уже у нас во дворе фактически был большая свалка строительного материала, потому что дом нам снесли 8 ноября. Где-то по России без 5-4, ну, где-то так, в это время. Со снаряда, осколки, которые я, доставая вещи, достал. Снаряд, ну, он был очень большого калибра, наверное, 155, может, чуть поменьше. Ну, померять особо нечем было. Ну, это вот те фотографии? Да, это те фотографии, да. Один осколок лежал у меня возле головы в 30 сантиметров, а нижнюю часть снаряда, это изнутри дома я вытащил. Случайно просто вытаскивая вещи, он мне попался. Дом полностью под корень попал в основание фундамента. Дом просто разворотило полностью. В 70 почти квадратных метрах улетело в разные стороны. Наша страна, как всегда, раз в сто лет сталкивается с неимоверными угрозами и рисками со стороны наших геополитических противников, для которых борьба с нашей страной, искоренение нашей страны испокон веков стала задачей номер один. И для того, чтобы, естественно, обезопасить и свои границы, и для того, чтобы оградить себя от риска быть уничтоженными, мы вынуждены были начать специальную военную операцию. Я хочу просто напомнить о том, что говорил президент за год до этой специальной операции, даже до конца года, в протяжении последних трех лет до начиная специальная военная операция, президент постоянно обращался к нашим западным партнерам в кавычках с одним требованием – обеспечить нам и дать нам гарантии безопасности, что не было сделано. И поэтому, когда уже угроза подступила к нашим границам, наше государство вынуждено было начать специальную военную операцию и, как еще отдельные задачи, соответственно, уничтожить ту идеологию нацизма, которую привили на эту территорию. Вот это вынуждены меры, это меры по защите Отечества, по защите нашей страны против агрессивных планов, если брать ленинскую терминологию – империализм. Вы здесь живете, в станице Луганской, сколько? Всю жизнь. Всю жизнь. Расскажите, когда вас захватил этот батальон «Торнадо»? 22 января 2015 года, вместе с другом, прямо с улицы, белым днем, около двух часов, даже раньше, может быть, в районе обеда. Скажите, а почему вообще они вас схватили? Мы шли в магазин, в магазин, здесь недалеко, в центр. Они сидели под заборами. Мы же строго. Тут обстрелы идут, обстрелы. Получается, АГС сорвались. Ну, мы же идем-идем, мы же привыкли просто. Далеко-далеко. А они приседают. Чего вы не приседаете? Оно рядом разорвалось. Корректировочно. Ну, четверо суток постоянный прессинг. Избивали? Избивали. Первые сутки вообще. Как били? Жестко. И дрыном били, ну, палкой. Отбивали седалищный нерв. Это первое. Ну, сначала, конечно, стойка возле стены, около четырех часов. В растяжках. Приходил старший, ну, как обучать. И молодежь подтаскивала, я так понял. Ну, слышно по голосам. А у вас закрыты глаза были? Нет, открыты. А они в масках. Они в масках. И отрабатывать удары. Бить вот сюда, болевые точки. То есть, прямо показывал, куда бить, и показывал, как. А тот уже ж отрабатывал. А те подходили и делали то же самое на вас, как на грушу? Да. Периодически выводили расстреливать. Стреляли сверху? Над головой? Над головой. Имитация расстрела? Да, имитацию делали. Иногда щелкали просто пистолет, приставляли в затылку. Щелк, щелчок. Как периодичность уже, перестаешь относиться к этому. Там, как-то, на третьи сутки уже все равно было. Как-то пытались еще, нет? Ну, в основном отрабатывали, как грушу. Избиение? Как мясо, как мясо. Не признались, не признались. Держали за нас родственники, подняли здесь и в администрацию, начали ходить и в полицию. Ну, все-таки добились, забрала замначальника. Полицию? Да. Оттуда у нас. В общем, зашли они в квартиру, приказали мне одеваться, забрали у меня документы, телефоны. Надели мне на голову пакет, завязали скотчем руки, шапку вот так привязали мне и повезли меня. Еще перед этим сказали, мы сейчас тебя везем на песке, пойдешь вместе со своей... А, еще привезем твою дочку и пойдешь вместе с дочкой разминировать поля. Ну, я так думаю, думаю, если повезу сейчас на песке, значит, это мне уже конец будет. Ну, так как я водитель, знала дорогу, смотрю, они повернули туда, не налево, а направо, и повезли меня. Привезли меня между Селидовом и Новогродовкой, и шахтой Россия. Вот там меня держали 19 суток. Первые сутки очень сильно били. Когда меня привезли, привязали, одели железные наручники. Вот дырки от наручников. 11 суток с меня наручники не снимали. Сразу мне сломали лицо. Вот здесь перелом, здесь нос сломали, зубы выбили. Было у меня два накола на черепе. И вот шрамы на лице, это мне тыкали ножом, ну, хотели выколоть глаза. А наколы это что такое? На голове. Это сильно били. Ну, я сначала не знала, чем это бьют. А оказывается, били вот этим резиновым молотком, что плитку укладывают на земле. И вот этим молотком меня били. Сначала сюда, потом и получились гематомы и трещины на костях. Да. Это все в первый день? Это в первый день. Первые сутки. СВО было необходимой мерой со стороны России, чтобы приостановить это преступное правительство и группировки на Украине. Это необходимо было делать, чтобы защищать жизни не только жителей Донбасса, но и тоже всего страны. Знаете, там не только не нацистские группировки виноваты в этих преступлениях, потому что я бы сказал, что они вообще ставленники и больше всего виноваты те структуры, которые заказывают музыку и их управляют. И это весь правительство Украины, это западные спецслужбы, которые с ними сотрудничают, это глобалисты и глобалистические государства в Европе и в Америке, которые поддерживают это и заказывают вот эти наступления. Поэтому это крайне важно, это все разоблачить, потому что они до сих пор смогли воспользоваться такой грубейшей информационной стратегией, чтобы скрывать их преступности. Общественное мнение в Америке стремительно растет в поддержке России. Надо учитывать такой момент, что на данный момент два ведущие президентские кандидаты, это Трамп и Кеннеди, они поддерживают Россию и критикуют очень резко вот это поведение Америки относительно Украины и Украины сам. И не только они, очень много политики тоже начали поддерживать. И это о чем-то говорит. Это значит, вы знаете, там, по моим расчетам, может быть, уже там 40% населения Америки понял, что к чему, и очень недоволен происходящего и поведения американской политики относительно Украины. И там огромное свободное информационное пространство, там очень-очень активные альтернативные СМИ и сеть соц. СМИ, особенно Твиттер в последние месяцы, очень открыто стало, и там позволяется всякая критика. И почему трибунал будет очень полезный, потому что это именно содержание, это еще доказательства. Это тема, которую опять они могут обсуждать, привести доказательства, информации и сказать, нам надо остановиться. Это неправильно то, что мы делаем. Это очень сильно напоминает то, что было во время Вьетнамской войны, когда тоже резко поменялся общественное мнение. За эти 9 лет сталкивались с военными преступлениями со стороны украинских войск, нацбатальонов? Знаете, если сейчас вспоминать 14-й год, всякие торнадо, вот эти Днепры всякие, то их тогда было много, очень много. И по отношению к военным, и по отношению к мирным жителям. Но я бы, если вы хотите сейчас, нынешнюю, я бы все-таки сейчас такого, как было под Харьковом, я такого не встречал за 9 лет вообще никогда в жизни. Сейчас вот эти все это нацисты, эти наемники всякие, которые заходят, мы 9 лет учились воевать, а их 9 лет учили убивать. Вот в прямом смысле этого слова убивать и предоставлять доказательства своих убийств. И вот это я в полной мере увидел в Харькове, когда мы зашли в Ольховку, и на следующий день нас просто... пацанов мобилизованных, они потом часть там плен взяли, что-то там человек 18. Но это были пацаны мобилизованные в основе СТВ, это были там студенты, артисты балета, это были оркестранты театров, обоих театров в Донецком, ну и так далее. Это были у нас там даже столевары, там были шахтеры, были и налоговики, но, так сказать, что кто-то из них воевал, то нет. Они даже не смогли оказать какого-то сопротивления упорного. Вот. Но молодцы. Начали, ну, с своей стороны, я это уже потом анализирую, говорю, молодцы. Ну, хотя бы начали отстреливаться, завалили они шестерых в бою, в честном бою. А эти уроды начали наших просто резать. Живым отрезать уши, живых колоть в глаза, живых колоть в шею. После того, как они нас порвали тогда в Ольховке, этих пацанов порвали крепко. Мы просто чуть позже пришли, мы не успели. Вот. Они просто услышав гул танков, мы пришли на двух танках и трех МТЛБ, они, услышав гул танков, начали уходить в сторону Малой Рогани и по дороге завалили, расстреляли колонну. Выходил командир 59-го танкового полка, и они расстреляли эту колонну. Так вот, когда мы зашли туда, буквально через полчаса, наверное, я начал забирать живых, живых и трехсотых. потому что забрать двухсотых, честно говоря, просто не было места, мне надо было или живых забирать, или понимать, что надо двухсотых забирать. И времени было в обрез. И возле этой школы, там есть лавочка, когда я забирал пацанов, смотрю, два пацана сидят в нашей форме, в Донецком Пикселе. Я им говорю, что вы что сидите, все на броню. Подхожу, а пацаны сидят без ушей, их связали вместе, как в обнимку, вот так они обнялись. Сидят без ушей, заколоные в шею. На следующую ночь, когда мы их вытащили, уже этих пацанов, мы три ночи заходили, пока они не достали всех. Пацаны были без ушей и заколотые в шею. Экспертиза уже потом нас в Следственный комитет вызывали России, ну и так далее. Экспертиза сказала, что они были уши, мы обрезаны были, отрезали уши еще живыми. И этот ублюдок Величко с позывным Чили, с кликухой Чили и Немичевым, они там потом хвастались, где-то там мы находили в интернете, хвастались ушами, вернее, не они хвастались, а их наемники, там какие-то ублюдки очередные, там не говорящие на русском, ни слова, показывали мотивацию, уши, и так далее, и тому подобное. Я видел этих пацанов, которым Величко, этот ублюдок Чилийский, эти пацаны, эти ублюдки стреляли по ногам, это были наши пацаны, это были пацаны нашего полка. Это видео, в котором мне пацану глаз выкалывает, этот ублюдок с Николаевым, это тоже были пацаны с нашего полка. Это какое подразделение украинское? Кракен, это Крякин, вонючий, голимый Крякин, который, просто это, это они люди, я еще раз говорю, если мы воюем в честном бою, я готов с ними встретиться в честном бою. И учили меня, где еще раз повторяю, 9 лет воевать, но меня не учили убивать, так как это делают они. Меня просто этому не учили. в честном бою, я их порву, просто разорву. Но вот этого всего я им просто никогда в жизни не забуду. Это как бы, если брать, вот сейчас, нынешнее время, это то, что было в марте 22-го года. Эти вещи не забудутся. Пацаны из плена приехали, рассказывали, что с ними творили. Порезанные всем, побитые, поломанные. Ну, такие вещи не забываются. Я хочу сегодня акцентировать свое внимание на том, что СВО была необходимой операцией. Из Украины, не скрывая, делали антироссию. И Запад поддерживал националистов, помогая захватить все больше и больше власти на Украине. Еще немного, и ситуация стала бы совсем неуправляемой. Прежде всего, с моральной точки зрения, Россия должна была помочь Донбассу. Она должна была начать эту специальную военную операцию, потому что украинцы убивали русских каждый день. Потому что русскоязычные, русскоязычное население Донбасса подвергалось обстрелам. Эти обстрелы только увеличивались. Кроме этого, конечно, специальная военная операция – это превентивный удар. Как мы помним, на Валдайском форуме в 2015 году Владимир Путин сказал, что если драка неизбежна, нужно бить первым. и начало специальной военной операции, конечно, спутало планы Запада и помогло предотвратить выход на границы России или даже захват части России. Цель Запада, конечно, это оторвать Россию от Украины, столкнуть ее в братоубийственной войне. Для этого и делалась травка на украинцев. А наша цель – это уничтожить украинский нацизм. Ту единственную почву, на которой была возможна перепрошивка Украины в антироссию, уничтожить эту почву. Спецоперация была неизбежна, необходима и не только России, но и самой Украине. Объявили, будет питьевая вода. Вышел народ, стоят, ждет, очередь же, заняли очередь, подъехала водичка, подъехала максимум пять минут. Прилет туда чисто, прям чисто. А перед этим, ребята видели, были военные, были, сидели военные, украинские военные, постояли, постояли, народ начал собираться, брать воду, и они отъехали. И начался обстрел. через пять минут туда прилетает это, сто пятьдесятый, один прилетел, губ, двенадцать человек, сначала три трупа, а потом начали умирать, сказали, двенадцать человек. Пресса приезжала, снимали? И через пять минут приезжают, уезжайте, люди говорят, приехала, скорая приехала, приехала пресса, и начали кричать, уезжайте, вы видите, что делаете, люди кричат. Народ начал говорить уезжайте. Народ им, они народу эвакуируетесь, а народ говорит, вы уезжайте, что вы делаете, они, мол, это Россия, какая Россия, это вы. Я говорю, у нас здесь привозят воду, знают, люди, нам говорят заранее, что завтра будет два часа дня вода. Вот на улице Калинина, против пятиэтажки, с одиннадцати часов подъехала «Жигули», вылезло трое военных, одетые в камуфляжах, в шлемах, в это, вот эти же два автоматчика и этот товарищ с планшетом, отсидели они, я опустался с девятого этажа, опускаюсь, вижу, подъезжает машина, я начинаю быстрее идти, а когда вижу вот, но они прям бегут за машиной, что называется, бегут за машиной, думаю, о, елки, думаю, или кого-то вычислили по телефону, я думал, может и сбыл. То есть они быстрее уезжать начали? Нет, вода стоит, а эти прибежали за машиной, то есть потом, что видно, или сняли координаты, отбежали вокруг дома, сели в машину, уехали, когда милиции, ну получается, отсюда там 500-600 метров, ну прошло минут 10, и начался обстрел, один снаряд, просто они не попали сюда, один снаряд пролетел в дом, прям там разбито, в этот ударил, один снаряд в этот дом, за домом упал снаряд, то есть, а их потом, они объехали, и люди их видели, воду набирали, и шли, говорят, а они стояли, то есть, они уехали туда, зная, что... Стороночку, зная, что обстрел будет. Оттуда, а обстрел пошел оттуда, со стороны Войкова, пошел сюда, они... Там украинские позиции были, откуда обстрел? Да, 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 а здесь, везде вокруг, одни украинские позиции были, то есть, обстрел велся у меня на глазах, приехал Хаммер, вытянули эту полечку, такой маленький миномет, ставит, он до километра, начинает бить, в это, еще пол Северодонецка было только освобождено, в это, и близко никого не было, то есть, они вели полномерно, и вели это с марта месяца, уже в Лесчанске, начались обстрелы города, это, они доказывают, я говорю, еще от Луганска они отошли, говорю, войска, а вы уже говорите, что это Россия обстреливает. А скажите, как вы думаете, вот эти иностранные журналисты, они понимали, что они участвуют в фальсификации, и они понимают, что для того, чтобы они сняли эту картинку, украинские вооруженные силы убивают людей, вот эти иностранцы, хотя бы это понимают, нет? Я думаю, очень в курсе дела. То есть, они все знают? Все это складировано. Они знают, что ради этих картинок убивают людей? Да, чтобы показать это все в Европе, как это, ну, пропаганда. В течение всего 2021 года мы видели тесное сотрудничество Украины и НАТО. Фактически Украина становилась членом альянса, де-факто, если не до юра на тот момент. На территории Украины были размещены базы НАТО под видом учебных центров. На территории Украины были размещены биолаборатории. А на границе с Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой началось скопление тяжелой техники в нарушении Минских соглашений. Минские соглашения были постоянно игнорируемы украинской стороной. Стало очевидно, что выполнять эти соглашения они не собираются, а НАТО взяло курс на интеграцию Украины в состав альянса. Наши озабоченности были проигнорированы, так же, как и попытки дипломатически решить проблему. Более того, в начале 2022 года стало известно, что Украина приняла однозначное решение силой в ближайшее время вернуть территорию ДНР-ЛНР под свой контроль. Это означало, что фактически начнется вторжение на территорию ЛНР-ДНР и вряд ли эти две республики смогли бы продержаться дольше, чем несколько дней. На тот момент в этих республиках находилось более миллиона российских граждан, и это были не чужие нам совершенно люди. Плюс ко всему, 22 января 2022 года был перехвачен приказ бывшего командующего национальной гвардии Украины, генерал-парковника Балана, о подготовке наступления на территорию ЛНР-ДНР. Это наступление должно было начаться в марте месяца. Наши озабоченности, наши требования к Украине перестать нагнетать ситуацию и срочно выполнить Минские соглашения были проигнорированы в очередной раз, и тем самым ничего не оставалось делать, кроме как принять решение о проведении специальной военной операции. Первые документы, которые были получены в ходе освобождения городов бывших украинских, продемонстрировали, что это решение было правильным, было найдено и подтверждение этих приказов, которых я сказал выше, в частности, приказ замкомандующего у нас в городе Украины генерала-лейтенанта Кондратюка того же 22 января, в котором говорилось о готовности к мартовскому наступлению на территорию ЛНР и ДНР. В общем, фактически нам вынудили начать эту специальную военную операцию, и это был даже не превентивный удар, это был ответ на украинскую агрессию, которая длилась все это время против ЛНР и ДНР, и, скажем так, препятствование к устроению геноцида на этих территориях. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин